Привет всем! Вы находитесь на канале Райская Жизнь на Канарах, с вами Екатерина. Сегодня снова говорим об отношениях с испанскими мужчинами. Давайте разберем по косточкам влюбленного испанского мачо. В этом видео я расскажу вам, как понять, что у вас с ним все по-серьезному. Я нахожусь, кстати, в торговом центре на этаже с увеселительными заведениями, поэтому изредка вы можете слышать восторженный или возбужденный от футбола вопли испанских мачо. Поэтому не пугайтесь, с ними все в порядке. Единственное, что кто-то забил гол не в те ворота или как раз таки в те, что нужно. Итак, девушки, в этом видео говорим с вами о том, как понять, что мачо влюблен в вас по-серьезному. Вспоминая себя, когда я приехала в Испанию, признаться, я всегда была в замешательстве, потому что, например, отзеркаливая ситуацию на Россию, если мы с вами будем сравнивать российских или украинских мужчин с испанскими, то, как вы уже догадались, здесь все обстоит иначе. На нашем украинском или российском пространстве очень просто отличить влюбленного мужчину по некоторым поступкам или жестам. Обычно мужчина вваливается в дверь с цветами, произносит либо на пороге, либо уже пройдя пару метров с трясущимися руками и коленками в заветные три слова «я тебя люблю». У некоторых происходит иначе, у некоторых организовывается семейное застолье, либо же это заявление совмещается с каким-то праздником тем же 9 мая. И когда присутствуют все члены семьи, мужчина объявляет всем присутствующим, что «С Натальей у нас серьезные отношения». Если он не заканчивает это фразой и дело идет к свадьбе, или мы готовимся подать заявление в ЗАГС, то все присутствующие понимают, что так или иначе дела обстоят очень серьезные по-взрослому, и скоро эта пара распишется в районном ЗАГСе. На самом деле, не знаю, почему так повелось на нашем постсоветском пространстве, почему у всех наших мужчин признание в любви, эти три страшных слова для них «Я тебя люблю» приходится выдирать почти что щипцами. У испанцев ситуация на личном фронте обстоит совершенно наоборот. Вы можете переписываться с вашим кавалером и буквально на следующий день увидеть Йотекьеру. Также вас неопытную холостячку может шокировать то, что буквально на второй день вашего знакомства ваш кавалер приглашает вас домой и знакомит с мамой. В Испании это, как сказать, ола, как спросить, китай или как дела. То есть знакомство с мамой, в отличие от России, абсолютным образом ничего не означает, не означает, что у вас отношение, так сказать, на мази, и дело пахнет ЗАГСом. Абсолютно неверно думать подобным образом. Вы, наверное, наслышаны или начитаны в социальных сетях, существует огромное количество материала от коучей, от девушек, которые давно живут в Испании, что испанцы не привыкли, они не приучены, нет у них такой привычки дарить женщинам цветы ни на свидание, ни на праздники. И здесь, если, может быть, вы живете в Испании, либо вы приехали к испанцу на свидание, либо провести вместе отпуск, и вы видите, что он вас встречает с цветами. И сразу в вашем сердце селится надежда, что у вас-то оно все иначе, у вас-то оно по-другому, по-серьезному, потому что обычно испанцы цветы не дарят, а тут он вас встречает. Кость с двумя хиленькими хризантемами, но это все-таки какой-никакой букет цветов. Здесь я тоже хочу вам сказать, что, девушки, расслабьтесь. Вот эти вот жесты местного менталитета, так же, как и сказать, текьеру на первых порах, познакомить с мамой, и вот так вот подарить цветочки, потому что, наверное, парень ваш постарался, все-таки прочитал какой-то материал про то, чем живут русские невесты, чем их можно обложить, порадовать. Поэтому никаких серьезных отношений, вот такой вот скромненький букетик он означать не будет. Итак, давайте с вами перейдем к теме нашего видео и поговорим о тех признаках, которые сигнализируют о том, что ваш мачо созрел или втюхался по уши. Я вам перечислю буквально пять моментов, которые, если вы видите в поведении вашего мачо, означают, что дело идет к свадебке. В ресторан начинают приходить посетители, чтобы поужинать, потому что на часах около 7 часов, поэтому первым пунктом мы с вами поговорим о заботе. Сейчас я объясню, что имеет общего забота и люди, которые приходят в ресторан поужинать. Хоть многие на моем канале в комментариях меня обвиняют в меркантильности, что я такая расчетливая женщина. Вы знаете, в этом видео все-таки давайте поговорим о каких-то таких материях, которые не исчисляются деньгами, которые можно почувствовать чуть ли не кожей, какой-то женской интуицией, я уж не знаю, какой у вас чувствительный орган. Итак, первым пунктом, еще раз повторюсь, у меня идет забота или беспокойство о вас. В чем она проявляется? Девушки, давайте отпараллелим ситуацию на себя. Вот когда нам в России нравится мужчина, первое, что мы делаем, его зовем на борщ, на пироги, на котлеты, на пельмени, да, в редких случаях. Здесь в Испании происходит что-то подобное, потому что все люди, в частности влюбленные, они похожи. Здесь кавалер, даже если вы не договаривались о том, что вы будете вместе обедать или ужинать, а просто буквально пересечетесь на кофе, либо же сходите вместе в кино, первым делом, что спросят влюбленные мужчины, а не голодна ли ты? Вы знаете, это очень умилительно, когда мужчина интересуется, чем ты пообедала, а почему у тебя урчит животик, не потому ли, что ты пообедала, либо быстро, либо плохо, либо вообще животик пустой, неплохо бы чем-то его наполнить. В Испании, например, мужчины не готовят, как в России, да, потому что на каждом шагу заведение общепита, и, в принципе, это страна, которая привыкла питаться вне дома. Здесь подчас приготовить ужин выходит дороже, чем поужинать в том же ресторане, который находится на первом этаже вашего дома. Я не говорю о ресторанах с «Вездочкой Мишлен» или о каких-то таких особенных ресторанах, меню дегустации, вы меня понимаете. В этом случае мужчина влюбленный, он прежде всего заинтересован, чтобы вы были полны энергии, чтобы у вас ничего не болело, чтобы вы были сыты. Поэтому имейте в виду этот пунктик, так же, как и другие пунктики, которые, например, так же связаны с едой. Это когда вы кушаете в ресторане, ваш кавалер может спросить, может быть, ты желаешь еще что-то, ты наелась. Когда у вас остается какое-то блюдо непритронутым, у меня так часто бывает в семье, и раньше такое случалось, что вот мы заговорились, и буквально третья тарелка осталась нетронутой. Когда я встречалась с моим мужем, он очень заботливо просил официанта завернуть, и говорил, заберешь с собой, завтра разогреешь, будет у тебя обед. Эта забота мне очень нравится. Эта забота, которая обволакивает, она совершенно ничего не имеет общего с деньгами. Что касаемо других общественных мест, как еще может выражаться эта забота, которая сигнализирует о том, что у мужчины не только играет страсть в штанах, но еще и высшая чакра думает о вашем благополучии, о вашем самочувствии. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю. В общественных местах, когда сильно дует кондиционер, например, на корабле, на пароме, ваш мужчина, увидев, что вы мерзнете, может поинтересоваться, а нельзя ли повысить градус, несмотря на то, что рядом с вами находится 200 человек. То есть это такие очень хорошие звоночки, которые вы должны так и начать замечать, если у вас ваши отношения развиваются. Второй момент связан со звоночками, которые относятся к девушкам, которые, например, здесь в Испании проживают, работают и встречаются, так сказать, на испанской территории. Я помню по себе и помню по моим подругам, потому что мы делились впечатлениями, как у нас протекает наша личная жизнь, как мы устраиваем нашу женскую судьбу, что происходит в данный момент в наших отношениях. Была такая забавная деталь, которая очень грела душу, когда, например, вы работаете, и рабочий день у вас длится до 8, а ваш молодой человек уже пришел домой, либо же в этот день он выходной. И вот буквально остается полчаса, либо час до закрытия, до окончания рабочего дня, и прилетает смс-ка. Привет, как ты? Я тебя жду. И вы знаете, это так приятно, потому что означает, что он все это время смотрит на часы, ждет, не дождется вашего прихода, чтобы побыстрее вы пришли домой, чтобы вы побыстрее оказались рядышком с ним, чтобы провести вечер как-то по-особенному, либо наоборот, по-простому, по-домашнему. Ваш испанец влюблен по-серьезному, если он включает вас в свои планы. Вы знаете, это может прозвучать банально, потому что есть множество видео, даже наших русских психологов, коучей, как построить крепкие, серьезные отношения, на что обращать внимание и все прочее. Но здесь, в Испании, вы знаете, все происходит с таким местным, национальным оттенком, потому что мы здесь, приезжие иностранки, всегда имеем заморочки либо проблемы бумажного характера с документами, я имею в виду испанскую бюрократию, поэтому любые планы, если вас мужчина строит, исходя из того, что ага, у тебя заканчивается резиденция, мы должны тебе подать документы на продление. Он может, например, сказать вам, «А, я вижу, что у тебя в июле следующего года истекает резиденция, нужно обновлять карточку резидента, и тебе необходимо какое-то подкрепление. Давай с тобой оформим отношения». То есть этот молодой человек или мужчина заботится о том и смотрит даты на вашей карте, боясь потерять вас, боясь той мифической возможности, что вас могут депортировать. Здесь, в Испании, как правило, этим ни госслужбы, ни полицейские не занимаются. Но, тем не менее, влюбленный мужчина, он боится вас потерять. Он боится, чтобы вы, не дай бог, не вернулись назад в связи с какими-то бюрократическими препонами, проблемами, заморочками. Если вы приезжаете в Испанию периодически, например, когда берете отпуск, либо когда подворачиваются майские праздники в России, то этот молодой человек, он смотрит заранее, он смотрит загодя, он планирует, что в следующий приезд вы поедете на север Испании, либо следующий отпуск вы проведете в Италии. Этот молодой человек, он включает вас не в такие мифические планы, которые, знаете, звучат «в будущем мы с тобой поженимся и нарожаем детей». Нет. Эти планы носят очень конкретный характер. Связаны они либо с какими-то поездками, либо с какими-то покупками. То есть, если вы приезжаете в июне, и ваш молодой человек при вас же покупает билеты на октябрь, это хороший такой звоночек. То же самое можно отнести к запланированным визитам родственников. Это будет очень классно, если не в первый раз, знаете, не со страстью в штанах. Он ведет вас по всем родственникам, обзывает вас невестой. Это, в принципе, хорошо, но я за отношения, которые развиваются постепенно, знаете, без вот этой вот одержимости, без какой-то пылкой влюбленности. Иногда с испанцами хорошо придерживаться пословицы «тише едешь, дальше будешь». Поэтому, если в первый приезд либо в первый отпуск ваш испанец говорит, что в следующий раз, через два месяца я приеду в Россию познакомиться с твоей мамой. И буквально по вашему возвращению он уже присылает билеты, либо подтверждает каким-то иным образом, что он уже попросил отпуск на работе, либо же по приезду в Россию он уже высылает вам билеты на следующую вашу поездку, подтверждая всю серьезность намерений, что он хочет познакомить вас со всей семьей, что он хочет уже подать документы, может быть, он сходил в регистр «Севиль» и взял список необходимых бумаг, и он прислал вам на почту с тем, чтобы вы в следующий раз приехали и привезли необходимые сертификаты и справки. То есть это, естественно, будет свидетельствовать очень позитивным и положительным образом о том, что ваши отношения очень серьезные. Пунктом номер 4 я поставила знакомство с друзьями. Я вам объясню. Некоторые испанцы, они настолько в свое время наперебирались невест, кровь у них кипит, они мужчины горячие, вот они влюбляются буквально с первого взгляда. Многие их семьи, особенно мамы, они смотрят на очередную вошедшую в дом невесту, вот знаете, с фразочкой вот этой в голове, как у нас, чем бы дитя не тешилось. Мужчина очень быстро вас познакомил с семьей, и вы не видите дальше никакого прогресса. Вроде бы как все затормозилось на месте, но продолжаете слышать о том, что он куда-то съездил в отпуск с другом, он куда-то сходил с семьей друга. И много слышите об этом друге, но почему-то знакомства так и не происходит. И тут ваш молодой человек вдруг начинает планировать ужин совместный, ваш и этих друзей, либо этой семейной пары. Имейте в виду, что это очень хороший звоночек, потому что, коль этот друг присутствует так или иначе виртуальным образом в жизни вашего кавалера, и здесь случается вот этот долгожданный ужин, то он случается именно для того, чтобы друг на вас посмотрел и дал добро на ваши отношения. 80% информации, которая есть в интернете, она подается следующим образом, что испанцы таки не любят делать подарки, они, мужчины, нещедрые и не галантные. И я, несмотря на то, что у меня есть очень много видео, в которых я критикую испанцев, я с этим категорически не согласна. Вы знаете, таких подарков, как у нас в России, безусловно, здесь в Испании вот на каждом шагу не встретишь. Влюбленные испанцы в этом отношении, они щедры, но они практичны. У меня, например, до моего замужества мужчина, который увлекался синдеризмом, хайкингом, увидя, что у меня обувь с недостаточно подготовленной подошвой, я могу подскользнуться и упасть буквально на следующий день. Он мне завез на работу рюкзак со всем горным пешеходным обмундированием от кроссовок до футболки. Я считаю, что подарки в зрелом возрасте должны быть вот именно такие. Это должны быть детали, которые подметил молодой человек или мужчина, именно те вещи, которых вам не хватает в жизни, либо вашей профессиональной деятельности, либо на досуге. Что касаемо уже отношений в браке, не только моих, но и моих окружающих, то мужчины в браке, как правило, могу сказать, щедрее, чем в добрачный период, когда возникают какие-то специальные поводы, либо не специальные поводы, которые тоже очень чисты в браке с испанцами. Испанцы, как правило, дарят либо деньги, либо спрашивают, чего бы мне, например, в данном случае хотелось. Кстати, обязательно в ваших комментариях напишите мне, особенно девушки, которые счастливо проживают в замужестве. По каким признакам вы догадались, что у вас дело идет к свадьбе, что у вас все серьезно с вашим испанским мачо? Я просто уверена, что такая информация очень пригодится для всех холостых барышень, которые сейчас смотрят это видео. А на этом все. Я хочу с вами попрощаться, но ненадолго. Уже через неделю мы с вами поговорим еще на одну пикантную личную тему, связанную с отношениями с испанскими мужчинами. Подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. А с вами была Екатерина. Всего хорошего. Ясно-пронту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok